Держите, угощайтесь блинчиками. Рецепт праздника на Масленичной неделе прост. Молоко, мука, яйца, соль и сахар. Но чтобы веселье было настоящим, стоит добавить музыки, танцев и хорошего настроения. Именно так и поступили в Центре социального обслуживания «Вера». Каждый день на Масленичной неделе носит свое название и имеет предназначение. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лаконка. Теща в этот день должна зятя до отвала накормить, напоить и порадовать. Всем остальным предписывается есть блины, кататься на санях, петь и веселиться. Из-за погоды с катанием на санях напряженка. А вот с остальным нет проблем. Хоть и организован праздник был на базе Центра «Вера», и ведут его специалисты организации, готовили его всем миром. Особенно слаженно поработали над главным ингредиентом. Блины делали сами наши девушки, хозяюшки. Каждая напекла и каждая хвалится. Кто-то, говорит, на дрожжах, кто-то без дрожжей, кто-то на кефирчике, кто на чем. И все вкусные. Горячий чай не столько для того, чтобы согреться, сколько дань традиции. На таком празднике с танцами и играми сложно замерзнуть. А сердца согревают стихи, в том числе и собственного сочинения. Разгорайся ярче пламя, праздничный костер гори. Сыром, маслом и блинами масленицу благослови. Как и положено на представлении, многие играют свою, пусть маленькую, но очень важную роль. Тем более, что с костюмами и атрибутами мороки немного. Главное, что все с душой. Весна я. Весна с праздником, вот с весны. Тветочки. Я сама наделала блины, как раз мои блины. Дела цветочки, шаль покрыла, все. Праздники и сотрудники, и посетители Центра социального обслуживания «Вера» любят. Уже построены ближайшие планы. Следующий праздник у нас будет, конечно, женский день 8 марта. Мы готовим поздравлять наших милых женщин. Самых прекрасных, счастливых, красивых, хороших, но и, конечно, активных. Стоит думать, что и это торжество станет таким же теплым и веселым. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok